Там наверху такая прям, да? Так вон есть вроде заезд туда. Ну там не вверх, а там направо потом. А там будет как-то начинать вот эта аллея или что-то. Видишь, курортный парк, 200 метров. Вон бит. Так вот это и считается. Ну вот там уже гуляют. Давай я прямо, наверное, проеду. Давай. Вот мы и добрались до курортного парка, как он называется. Тут вокруг везде одни санатории, всякие гостиницы. Тишина такая. Если машина не проезжает, то вообще прямо от Краснодара, конечно, отличается. Птички поют. Да. Все цветет вокруг. Люди также гуляют. Тоже пешеходная зона начинается. Очень много елок, я смотрю, сосед. А их тут высаживали специально. Я вот не знаю. Вот сама аллея, она, наверное, была вот эта вот. Думаю, видимо, вот там начинается. Вот. Ее, короче, в 50-каком-то году высадили пионеры. Вот. И решили называть эту аллею аллея тысячи сосен. Но количество сосен уже превысило тысячу. Туя? Туя, да? Ну, я не знаю. Это не Туя. Это не Туя? Нет. А что это? Они просто обработаны. Обработаны. Так, это территория фонария, через него все ходят. Ага, все там. Зона для выборов собак. На бронзу прещено. Ну, чтобы удобряли. Папа. Ну, что стоите-то. Ну так, пойдемте сюда. Папа. Какая она красотка. Это не похоже на какие-то орехи, я не знаю о чем-то. Что вот интересно за деревья, да, где все фотографировались. Они, ну, они, по-моему, не пахнут никак. Прохладно. Прохладно. Да. Сейчас где-то одиннадцать часов, наверное. Но небо голубое. Одиннадцать третий. Угу. Да, и вот эти санатории, да, такие большие тут. Ну, круглогодичные здесь отдыхают люди. Вот здесь. Вот. Вот. Сейчас я убираю. Здравствуйте. 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 А, мы тебе готовы. А, мы тебе готовы. Вот. Вот я вот. 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 Вот такая обстановка спокойная, да, такая. Ой, киса такая, что-то грязное. Видимо, не отпускали домой. Ой. top. Вот я. Ой. 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 Продолжение следует... 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 Дойдем, посмотрим. Собственно, вот и самая вкусная. Здесь оказалось огромное количество школьников и людей, кто отдыхает. Ну виды тут неплохие, хочу сказать. Только если бы еще мы знали название «Всего». В общем, добрались мы до той вершины, там оказалось очень много народу. Ничего такого я сверхъестественного не увидела. Конечно, виды красивые, вид на горы, на саму реку Псюкурс, но не на город. И, скорее всего, до самого столба, которого нам сказали те, кто уже были здесь, мы не дошли. Там наверху стояла какая-то солнечная батарея и вот эта полянка, на которой все отдыхали. Огромное количество школьников. Такой крик шумов, знаете ли, от них. Ну, решать вам, стоит ли посещать это место или не стоит. А мы дальше поехали. Пошли. Съехали, в общем, мы с той горы. Она, кстати, называлась Ключевая. Мы не добрались немножко до самой вершины горы Сапун. А теперь вот мы в частном секторе и тут небольшой вид на город. Видите, везде тут такие сливы прямо мощные, чтобы вода успевала сходить. Кстати, в огородах ни у кого ничего не посажено. Скорее всего, тут все просто напрочь сливает, сбивает. Если кто-то знает, почему здесь не садят, напишите. А это у нас скала Петушок. И там вдалеке М4. Видимо, все, кто едет мимо и хочет открыться в горячем ключе, и, собственно, заезжает сюда. И по мосту там переходят и идут к этой ротонде. После той горы многие знатно побаливают. А внизу у вас как раз та иверская часовня, к которой мы тоже чуть позже отойдем. Вот такими вот тропами всем нужно ходить бродить. Сейчас ищем Дантово ущелье. Я не понимаю, где оно. Вообще, абсолютно не понимаю. Вот это уже похоже. Смотрите, водопадик. Кто-то играет вообще или на флейте. Вот откуда музыка раздается. Как звук играет божественно. Послушайте просто. Истинный пирожный. Я думаю. Четко. Заходите. Медрад. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok